Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Вот, я начинаю с этого места, так как мне каким-то фигом встретился какой-то секретный персонаж, я его не стал читать, чтобы не спойлерить себе и надеюсь, что он нам так же попадется. Этот секретный персонаж, какой-то непонятный чувачок, который попросил фею какую-то, кажется, фею, коктейль фею, это чисто, что я помню. Вот так вот интересно, что в первом прохождении он вообще не объявился, вообще, хотя он, как я понял, в игре должен был вообще изначально появиться, он типа один из стандартных персонажей, это не секретный. Это не секретный персонаж, который может появиться там с какой-то вероятностью или если ты кому-то там коктейль дашь нужен. Вот, так что довольно странно. Ну да ладно, ну если он не появится, то ладно, тогда я быстренько пропущу до того момента, где мы будем делать Инграму его коктейльчик, это все лишь один клик. А так, сейчас почитаем диалог, кажется, он немножко изменился. И простите за мой голос, если я буду говорить сейчас через нос, так как капель у меня нету, а деваться мне некуда. Видео хочется заснять, так как у меня опять-таки есть время, а не хочется его просто так терять, чтобы потом я опять завяз в работе и в уроках. А то видеоролики опять-таки опять перестали выходить в таком темпе, в котором я хочу, чтобы они выходили. Ну что ж, давайте вперед. Так, а, да, да, это вот. Так, давай. Посс, а от него хоть какой-нибудь толк здесь будет? Четки Сиба, я же прямо здесь стою. Я вижу. Ну конечно, я же так долго его дрессировала. Почему ты думаешь, его не было на прошлой неделе? Да откуда я могла знать, что ты приведешь собаку на полставки работать? Позволь тебе продемонстрировать. Сидеть. Сэр, так точно, сэр. Катись. Сэр, так точно, сэр. Дай лапу. Сэр, так точно, сэр. Дрессировала. Ну да. Да, вот просто орет, сэр. Так точно, сэр. И больше ни черта не делает. А. Отлично. Так я и не говорил, что он хорошо выдрессировал. Эй, там что, мотоцикл? О нет. Эй, только не в мой кабинет. Нет. В конце концов, он всего лишь пес. Ой. Да-да. Туалет. Ой, простите, вот только для клиентов. Ну, ладно, но обязательно потом что-нибудь закажите. Дверь вот там. Ох. А ты еще кто такой? Другая. Боже. Подумали из-за из-под моего стола. Стола. Ну, грядет конец всего сущего. Это был просто мотоцикл. Так, значит, это был один из чертовых наездников. Там и всадники были. И все уж. Там всадники были. И все уже закончилось. Кстати. Спасибо. Так, кстати, давайте превьюшку сделаем с тобой, братан. Интересно, кстати. Я его не видел на старых прохождениях. Не знаю. И музыка какая-то, а. Ой, блин, тяжело говорить. С таким вот носом. Я не могу нормальные голоса пародировать. Да не стоит. Так, теперь мне нужно что-нибудь заказать. Нет, нет, нет. Что вы, не надо. Простите, если показалось вам излишне наглой. Не, я что-нибудь навозьму. Но надо бы отдохнуть в конце концов. Надо бы и отдохнуть в конце концов. Что будете пить? Ну, пианистку. Было бы неплохо. Простите, не расслышала. Хэм. Хэм, взрыв на Марсе. Да поживее. Эм, конечно. Взрыв на Марсе для байкера. Правда, он вроде как сначала попросил пианистку. Давайте ему пианистку вручим. А то, как говорится, он хуй, он, думаю, взрыв на Марсе не сможет пережить. Так что давайте мы ему все-таки поможем. Так, давайте, где тут этот пианистку? Это, не, не, а подожди, по стилю ты изыскать, так? Где? Классический. Министый изыскать. Подожди, что он уходил? Взрыв на Марсе. Окрашивает лицо цвет Марса с одного глотка. О, нет, спасибо, не надо. Так, какой-то пианистка, а вот пианистка. Изначально назвал красоткой. Коктейль был приименован во славу равенства полов. Ну да, ведь каждый может выбрать себе пол. Пол пианина. Ну а что, есть пол паркет. Я вот, например, индицифицирую себя как паркет. Так, давай вперед. Так, так, три. Так, и еще трешку. Вот так. И перепишать, видишь. Пианистка. Прошу. По-моему, вы слегка улыбнулись. Ничего... Ни чер... Ни чертоподобного. Это ваш мотоцикл стоит снаружи, мистер. Зовите меня Марио. И да, он мой. Простите за излишний шум. Ой, не волнуйтесь. Вы же не так долго гребели двигателем. Итак, чем занимаетесь, Марио? Моя цель оставить след своих колес на всех дорогах, чтоб рёв моего движка слышали везде и всюду. О, нет. Кстати. Я... Не знаю. Я бунтариха. К херам светофор... К хренам светофоры. К хренам ограничения скорости. И к херам ношения шлемов. Дороги мои, только мои. Ой. Какая-то это слишком... Мне кажется, или... Мне кажется, что кто-то подпёздывает. Потому что если ты... Не знаю, ты не очень. Джейми тут бы подошёл, да? Так, мы с пёсиком пойдём на улицу. Будем наш бар рекламировать. Привет, пёсик. Привет, мутный чувак. Мутный? Я скоро вернусь. Не скучай тут. Да уж. Осторожнее там. А кто она? А кто она? А, а да-да-да-да-да мой босс. А, но ничего. Какой-то он странноватый. Не то, чтобы с вами что-то было не так. И не то, чтобы мне вообще нравились девушке. Ой, какой-то он. Морально какой-то молоденький стеснительный чувачок. То есть я не говорю, что это чем-то плохо. Просто... Какой же вы работаете в Марио? А, подожди, Ада. Ну, я же... Буттари, такие колёса не могут просто так себе позволить. А работа у вас какая? Я курьер. Блин. А удобник? А, нет. Забыл, у него же не сразу появился мотоцикл. Нормально буду мотоцикл развозить. Вообще работать ногами не надо. Ну, вам это как раз подходит, я полагаю. А что доставляете? Я работаю в обычной курьерской службе. Вы что-то вроде почты. Я часто езжу по городу, так что знаю его как свои пять пальцев. Каждое здание в городе я, конечно, не запомнил. Но уж и улицы, и перекрёстки я знаю доизусть. Будьте уверены. Здорово. А я вот до сих пор порой теряюсь. Можно запоминать дорогу по ключевым местам. В этом районе, например, удобно ориентироваться по зданию радио Сейбер. Эээ, в смысле? Ой, эээ, ой. Эээ, в смысле? Мне-то какое дело? Сама разбирайся, сучка. Бля, я сейчас... Я просто умру, не знаю. Ой, это такое умиление. Маленький мальчик наконец-то вырос. Хотите ещё чего-нибудь, Марио? Думаю, сейчас самое время для взрыва на луне. Взрыв на луне? Удар по печени. Да, вот его. Теперь он попросил удар по печени. Хотя, изначально хотел взрыв на луне. Ой. Я думаю, байкер с ростовой едем личности, блин. Так давай. Взрыв на луне? Да, пожалуйста. Я бы, конечно, с радостью бы допоил его тем, что он и виду, и видцы, и тут попросил сам, чтобы он получил по заслуга бы, то был дважды перед тем, как, ну, сболтать со льдом. Подожди, я может увеличить, а нет, не получится. Ну, до 12. А, нет, давай лучше просто так. Так, сболтать, ну, погнали. Ой, смешно, чего-чуть. Взрыв на луне? Вот. Да, вот этот отличный. Это взрыв на луне. А, да, сюрприз, я... А, неважно. Марио, скажи мне, почему ты так старательно пытаешься изображать крутого парня? А что, не получается? Очень не получается, дружище. Ты слишком похож, не знаю, на кого-нибудь... Не знаю, подожди, он сказал. Мне кажется, или ты, это самый, ну, нетрадиционный оританции, дружище? Что-то мне кажется, что это нетрадиционная ориентация. Это ничего плохого, просто, не знаю, помадками ты что-то сильно на него подходишь. Ну, может, это и работало, когда ты только приехал. Но потом ты стал выглядеть нелепо, хоть и очень мило. Нелепо, но мило. Так зачем тебе все это? Ой, ну, ведь мотоцикл вроде как у дел крутых, и верно. Тех мутарей, что свободно от уз общества и стенду наводят шум. Ну, как бы... Да вряд. Если рассуждать в таком ключе, то я должна поджигать напитки верхом на стойке в одном лише фартуке на голое тело. А, ну, наверное, а разве нет? Ты в воле делать что угодно и одеваться как угодно. Просто в твоем поведении заметно фальш. Складывается ощущение, что ты чушь ты из себя не в своей тарелке. В твоих словах есть доля истины. Кто сказал, что нельзя одеваться как байкер, и в то же время будь учтивым и приветливым? Да, но другие байкеры... Уплите. Мне послышалось, или я только что слышал, рассуждение гребеков из старшей школы? Хе-хе-хе. Тролль, эм... Это всего лишь совет. Не принимай все так близко к сердцу. Нет, ты права. Мне не стоит больше притворяться. Если ты действительно так считаешь, то не буду тебя останавливать. Да, считаю, из-за этого мне часто было не по себе. Попробуй сохранять холодное молчание. Так ты выглядишь достаточно грозно и не теряешь своего истинного лица. Я учту это. Будешь еще что-нибудь, или уже достаточно? Уж... Уж еще один я смогу выдержать. Сделай-ка мне бодрый звездок. Конечно. В этот раз Луди стал строить мужика и попросил имена бодрый звездок. Какой молодец. Отлично. Доставили дружище на путь истины. А где? Бодрый звездок где-то. Бодрый звездок. На вкус как стопка элитного спирта с ложечкой сахара. Ну как бы я не знаю, это довольно нормальный такой напиток. Не знаю, чего тут такого плохого в этом напитке. По факту просто водочка. Нормально морской напиток. Считай водка просто. Водка с сахаром. Ну просто свалить количество шахара. Перебешать, выдержать. Вот раз висол. Держи. Да, то что нужно. Спасибо. Скажи, пожалуйста. Вот тот парень. Жил? А что с ним? Ты с ним встречаешься? Ой. Вот они слишком похожи. Может, ты поверишь, если ты подумал? Нет. А? А, значит, но я догадка была в нужные ворота. Пак. А вот с кем-нибудь встречается? Насколько мне известно, нет. Ой. А вот в случае где... Нет, неважно. Я ничего не говорил. Мне пора. Спасибо вам за все. Заходи еще. Ах, Джел. Бессовестный тых. Жеребец. Разбиватель. Сердец. А? Чего? Да ничего. Джил. Я пошла на перерыв. Давай, осторожнее там. Блин, я рад, чтобы перепрошли победу. Блин, это круто. Блин, это круто. Получился. А круто это придумал. Я сразу не понял. Нормально. Погнали. Все, погнали дальше. Продолжаем. Пили даже гипак сегодня дерьмо. Ну да хрен, не хренаж себе. Пили. Пили. А, скорее всего, друг бомж. Ладно. О, отлично. И последнее. Нормально так субеда музычки. Ну ладно, погнали. Давай, блин, как же у меня хреновый способ тяжелел. Так, погнали. Так. Блин, я не знаю, а где тут есть дополнительная музыка? Я просто не знаю. Ее нужно купить в магазине, скорее всего. Так, вернемся к работе. Мы вернулись. И как успехи? Ну, пару флайеров я раздала, но в основном все были очарованы песиком. Так что мне пришлось пригласить их в пар четкого СИБа, чтобы меня хоть кто-то услышал. Ой-ей. Ну ладно, я в свой кабинет. А ты стой тут. Ну ладно. Садовес поднимается и толпа бестуется. Привите, а-а-а, пес! Так. Так, продолжаем. Извиняюсь, у меня произошла некоторая техническая неполадка. Но теперь мы вернулись. Извините, если музыка будет другой. Просто такие уж дела. Так, это уже было, кажется. Да. Ну да, это было. А, да. Четко СИБа. Интересно, что наш собакин куда-то... Ой, куда интереснее, интереснее привлекательности клиентов, чем сам наш бар. Блин, СИБа, ты добыча помог. Спасибо, дружище. Здорово, ой, как я рад ее видеть. Задавес поднимается и толпа бестуется при виде. А-а-а, пес! Здравствуй, девочка. А что тебе нужно в баре? Дорогуша. Ибо... Ибо же, что тут? Эй, пес. Да вроде коты были в переулке. Да ну, пойду проверю. Пойду проверю. Дела... Собаками у тебя вообще не ладится, а? А что, сильно заметно? А почему так? Понятия не имею. Ой, привет, Джон. Мне кажется, да не хочет говорить об этом. Привет. Похоже, эта черта досталась мне по воле случая. При создании и вкуса, и страхи превыслаиваются абсолютно случайным образом. Мне вот осталась боязнь собак. И шетшилл. Шетшиллы тоже. Да уже... Шетшиллы-то уже вымерли. Блин. А вот это жестоко. Хвала богам. И хреноподобного, блин. Самое интересное, что мне шетшиллы, это довольно распространенный вид. Но я думаю, реально, в нашем мире скоро даже такие животные начнут становиться вымирающим видом. Эх. Все перемолят. Лишь бы сделать из этого бабки. Что будешь? Ну, у меня начались эти дни. Так что я буду пить кровосток. Конечно, сейчас сделаю. Кровосток для Торрити в честь ее. Ей. Так, ну ладно. Кровосток, получается? Да, дружи, подруга. Тебе тушит кровосток. Ну, хорошо. Так, давай, кровосток. Погнали. Ну, не буду делать большой, чтобы она слишком сильно не сгорела. Так и взболтать. Ну, погнали. Кровосток. Вот. Эти дни. А вылили бы... Менструируйте. Да, маслом. Ну, нет же, глупышка. Конечно, нет. Мы каждый месяц кое-какое трех обслуживания проходим. Но это уже совсем другая история. Тогда что же это за дни? Питни, когда мне хочется пить кровосток. Эм. Как работа? Ты удивишься, но во время праздников многих людей берет депрессия. Поэтому они хотят впустить в свою жизнь немножко Дороти. Так что в эти пару недель конкуренция у нас... Будь здоров. Ау. Ой, простите. А я и не знала, что у тебя есть конкуренты. Конечно, есть. И люди, и лиливы. Половида девчонок третились в костюмы. Секси-санты. И честно. Они все раскупили. Я тоже такое хотела. Но с другой стороны, так даже лучше. И почему? Другие любят одеваться откровенно, выставляя на показ большую часть своего тела. Как ни странно, многих это отпугивает. Я на личном опыте узнала, что лучший способ сохранить клиентуру одеваться повседневно. Неужели? В обычной одежде я вполне могу сойти за знакомую клиента. Знакомую клиента. Дурацкие прятки от всех подряд. Просто отпадают. Да, некоторые даже на ужин или в кино меня приглашают. Для разогрева, так сказать. Хотя, с другой стороны, клиента найти ох, как непросто. Мой внешний бит мало что говорит о моей деятельности. И когда клиенты впервые видят меня, то считают, что их разыгрывают. Ну, понятно. Такую особу в такой везде деятельности не часто встретишь. Да. Я многого нового сегодня узнала. Кстати, я давно хотела спросить, ты обслуживаешь только людей или лили мы тоже могут рассчитывать на твои ласки? Столько людей. Правда, ввиду аугментации и всего такого пришлось ввести правила, как минимум 40% органики. Это как? Человеческий облик от шеи выше. Члены предпочитаю ограничить. Органически. Но всегда есть место исключения. Ой. Ладно. А вот с женщинами я уже не так предбередливо. Ага. А ты что? Знакомый скепт, кому это может быть интересно? Нет. Всего лишь праздное любопытство. Из-за твоего любопытства у меня в горле пересохло. Голубую фею, будь добра. Большую. Хорошо. Большая голубая фея для маленькой красноволосой феечки. Ну, давайте вперед. Голубая фея, большая. Так, 6, 8 и так, 2. И прыгнуть таки. Ну, давайте в горочку. Зарядим ей пятерочку. И перепишать выдержит. Держи. Интересно. Кого-нибудь видел? Видел? Кто-нибудь видел феи после пары таких коктейлей? Один парень решил, что протест... Один парень решил это протестировать. Его пил так много, как только смог. Ему казалось, что он видел фею. А это была лишь фигура расплывающейся плевотины. А это лишь его фигурно расплывающейся плевотина. Ой. Знаешь, незадолго до твоего прихода здесь царил дух. Бега Рождества. А с чего бы? Стоп. Я что, собираюсь похвалиться тем, что обслужила ребенка? Куда отжил? Да ничего особенного. Просто забавная история. А у меня тоже есть забавная история. Мой розыгрыш Мега Санты. Эээ, чего? Хе-хе. Этот розыгрыш я проворачиваю каждый год. Я выбираю торговый центр и прихожу туда в день, когда там больше всего народу. Потом я сажусь на колени к Санте, и когда он спрашивает меня, чего я хочу, я максимально невидным и наивным голоском ему отвечаю. Хочу, чтобы ты сделал меня женщиной. Они порой пытаются замять очевидный намек. О-хо-хо, как мило. Лилим хочет стать человеком. Тогда я говорю, нет, я хочу тебя. А потом добавляю. Ну, на худой конец можно тилда. Большое, большое, розовое. Или очень бур... Упырчатый огурец. Ой. Иногда я прошу что-то пожестче. Кони и кран, чтобы его поднять, например. Однажды я хотела закричать на помощь, ведь это силует. Но вовремя вспомнила, что это всего лишь розыгрыш. Я не хочу поломать бедного, бедолаги, жизнь. Заботливая ты моя. Отличные пранки. Хотя однажды я так подкупил клиента. Постоянно прошу... Постоянно прошу забить. Неплохо. Прикинь, прошло уже три года, а они так меня ни разу и не узнали. Кстати, а сколько тебе лет? Достаточно, чтобы исполнить все твои желания. Числа, Дороти. Мне нужны числа. Как можно настолько нагло спрашивать у девушки ее возраст? Ты свой, назови сначала. Так, кстати, посмотрим. Ой. Так, посмотрим сейчас на видео, сколько у нас длительность идет уже. А то не хочется перешагнуть прям предел опять-таки. И пока что. Так, друзья. Ну, мы будем заканчивать на этом неожиданном моменте. Так как уже рамки, уже я перешел даже больше, чем планировал. Так что да. Увидимся уже в следующей части. Продолжим наш любопытный разговор с Дороти. Честно говоря, мне интересны просто ее разговоры. Просто потому что они самые такие безбашенные. Блин, особенно ее, блин, пранки над Сантой. Бедный Санта. Я бы вообще, блин, вообще бы сознание потерял. Или вообще до речи решился. Блин, вот таком вот. Ну, если бы я был в этом посткапиталистическом раю-аду. Ну, ладно. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии. Заглядьте в комментарии в описании. Там будет ссылочка на бодискорт сервер. Можете его скопировать и перейти. Буду рад вас там видеть. Ну и, да, и в комментарии заглядывайте, чтобы перейти по ссылочке на группу Morton Graphics. Morton Graphics. Пишите комментарии. Предлагайте игры для прохождения. Так как я все записываю. Одно прохождение. Одна игра на прохождение у меня уже есть. И я сейчас, скорее всего, думаю, либо завтра или послезавтра начну записывать уже ее, когда разберусь с уроками. Ну и не забывайте нажать на кнопочку и подписаться на колокольчик. А то наш канал подписан только 55% с подпиской смотрят наши видеоролики. И это как-то не очень. Вам это ничего не стоит. Меня это... А, меня это мотивирует. Мотивирует. А, меня это мотивирует. А вам будут приходить оповещения о новых видеороликах. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok